Как создать благоприятный климат для ведения бизнеса и наладить взаимодействие между игроками рынка? Эти и другие вопросы обсудили основатели и руководители химкинских компаний на бизнес-завтраке с главой округа Дмитрием Волошиным. Компания Леонида Никишова занимается проектированием в области машиностроения и биотехнологий. Чтобы средний и малый бизнес приносили процветание округу, важно взаимодействие между компаниями. Леонид предложил создать информационную площадку, где производители смогут обмениваться информацией о своем роде деятельности и искать подрядчиков. Живой пример такого взаимодействия – Сколково. Наша сфера инжиниринга часто сталкивается с тем, что после того, как мы что-то спроектировали, необходимо это превратить в готовый продукт, железо, например, или что-то подобное. Или провести какие-то профильные исследования, для чего нужны лабораторные испытания, создавать лабораторию ради одного теста нецелесообразно. Центр общего пользования Сколково является вот этим примером синергии вот этих предприятий. По словам предпринимателей, необходима специальная программа инвестирования, которая будет работать на локальном уровне. Дмитрий Волошин подчеркнул, что поддержка бизнеса – важнейшая задача администрации. Опыт Сколково и ту модель, которую строим мы, это находится в векторе развития инвестиционного климата. В любом случае, и наша задача сегодня – повышать инвестиционный климат в городе, для того, чтобы предприниматели, в том числе не только российские, но и зарубежные, открывали предприятия в нашем городе. Благоприятный инвестиционный климат – одно из главных условий для того, чтобы жить и работать в Химках. Только в этом году в городском округе зарегистрировали около трех тысяч новых предприятий.